все ребята можем начинать скажите меня хорошо слышно да хорошо хорошо спасибо вот значит я вчера начал проверять работы вот сегодня закончу там проверку модулей и преподаватели мне прислали то что вы сдали по курс не по курсовым по лабораторным работам вот это тоже все объединю вот и сегодня вечером я уже заполню ведомость и по ну электронную вот она должна еще не должна быть закрыта должна работать и конечно ее копию я вам выложу в telegram чтобы вы там понимали кто что сдал кто что не доздал что нужно сделать и у кого какие получаются баллы то есть сегодня уже все будет прозрачно все хорошо вот значит несмотря ни на что все равно сдавайте лучше поздно чем никогда даже если ведомости закроет лучше иметь готовую на руках работу чем вообще ничего не иметь понимаете да там и там уже как-то будем договариваться чтобы если что там потом как-то ее там внести переиздать и тому подобное вот конечно при этом будет немножко понижаться баллы но мы постараемся сделать 5 максимум вам навстречу вот значит вот такое вот дело сегодня у нас начинается уже ребята вторая часть 2 2 2 модуль и что мы будем в этом втором модуле и с вами изучать значит мы будем изучать как бы более что ли вот вид сверху наших дальнейших областей применения значит нашего специально специализированных компьютерных систем то есть начиная самых маленьких это интернет вещи мы сегодня о них узнаем более подробно там не только там нюансы какие-то детали применения интернет вещей но и самое интересное это как вот сделать интернет вещь как настроить программу обеспечения для того чтобы написать правильное обеспечение настроить конечно для того чтобы ее ее интернет вещь создать потом после этого мы с вами будем коснемся двух тем который связан с робототехникой а именно там тема связаны с датчиками с актуаторами ну датчики вы знаете что такое да у нас были датчики это да и кнопка это датчик внешней периферии дальше значит даже 11 температуры важность тоже датчик но все остальные там датчик освещенности вот а вот что такое актуатор актуатора это то что настраиваться не на вход как датчики на выход вот такого интереса слова то что мы обозначали там силовыми ключами реле лампочки вот что у нас там еще был сервомотор это все актуатор то есть если датчики информацию привносят извне внутрь нашего микроконтроллера то здесь наоборот актуаторы из микроконтроллера команды и в конечном итоге уровне напряжения подается наш актуатор и у нас сервомотор либо поворачивается либо шаговый двигатель поворачивается там не на определенный угол на определенное количество там не знаю шагов обычный двигатель просто включается может изменяться скорость если у нас лампочка то может менять свою яркость она включается и выключается ну и что у нас там еще плотно экран экран это тоже актуатор то есть тоже некое устройство прибор который работает на выход вот и поэтому вот такой вот обзор этих датчиков актуаторов а именно как понимать и уметь рассчитывать ну там расчет конечно очень простой вы увидите но общее представление ну допустим если мы применяем мы хотим коммутировать лампу на 220 вольт то что мы должны взять какой скажем так согласующий драйвер какую плату для того чтобы подключить наш контроллер к этой лампе или к этому двигателю понятно что микроконтроллер он может выдавать напряжение там на выходе 3 или 5 вольт и ток ну максимум 40 миллиампер а наша лампа работа напряжение не 5 вольт нет и не трех кольта 220 вольт и там токи то могут достигать десятка ампер значит для таких вот вещей например вы знаете вы будете знать что можно применить реле механическая электронная или там тиристор семистор вот ну вот это вот эти некоторые детали чтобы там не будет конечно глубоко по электронике во я вам это буду рассказывать нет но общее понимание ага вот уровень такого напряжения такой-то такая такой-то набор деталей можно применить а уже там вы сможете потом если такое будет необходимо по работе внедриться глубже понять какое значит если у нас какой-то датчик примеру вот то датчики тоже очень сильно отличаются друг от друга входных значит выходными напряжениями и таками это может быть тензо датчик то датчик веса где там напряжение в данном вольтах это может быть допустим датчик сдвига фаз в на заводе там допустим сети где напряжение там выслится сотнями вольта токи там тысячами ампер значит там применяется другой датчик вот такой вот огромный диапазон то есть просто чтобы в этом вот разбираться после этого года на теории управления то есть вы должны понимать как управлять механическими или инерционными процессами которым относятся регулировка температуры положения там материального какого-то объекта в пространстве к ним относится к примеру роба рука роба нога вот как удержать равновесие то есть есть такие значит роботы которые там едут примерно на двух колесах вот или допустим вот вы знаете как это называется когда человек становится на такую площадку и слева и справа два колеса не самоката там два колеса и вот они он не падает на ней эта платформа держит равновесие вот с помощью чего и в конце мы изучим ну как тоже такой беглый поверхностный обзор программ а именно этих программ два типа это у нас ладерные то есть лестничные схемы которые позволяют программировать уже осу то есть смотрите самая маленькая это у нас интернет вещи потом средний это робототехническая вот и в конце самое большое то осу то есть промышленные какие-то роботы промышленные какие-то станки что там применяются там ребята все просто там применяется программное и аппаратное обеспечение для инженеров которые вообще ничего не понимают в программировании вот и есть два типа таких программ это лестничный тип программирования с помощью реле владерные схемы так называемые и визуальное программирование без единой строчки кода вот эта программа love you в самая популярная на устанавливаться на обычные компьютеры вот в обычный компьютер стреляется специальная плата которая имеет входы-выходы как микроконтроллер и превращает этот компьютер windows компьютер в типа подобие нашего промышленного контроллера со всеми вытекающими недостатками наличием вирусов значит глюки винды и тому подобное но тем не менее как бы это функционирует на на производство где не требуются какие-то высокие скорости и как высокая ответственность такие варианты бывают вот тогда ставится такой вот компьютер со со такие платы такое-то правильное обеспечение и даже без программиста там с грехом пополам написать программу можно вот у нас план наша второго модуля поэтому второго модуля у нас будут значит вопросы как обычно вопросы и все будут как первом модуле значит начиная со следующей лекции мы с вами будем их проходить посмотреть какие отличинки нет вот а практической части лабораторной части вы продолжаете работы с arduino но на уровне rgr то есть расчетно-графической работы то есть вы выбираете какой-то проект и поехали значит в пятницу тогда ребята при подходите значит я вы должны выбрать какой из проектов вы берете для того чтобы сделать rgr вот и там в основном эти занятия будут вестись в режиме консультации то есть я буду подключаться в этом говорите что там понятно непонятно что сделать как это решить вот и естественно мы там был вам будет помогать как который расчетно-графическая работа сделать вот такой вот у нас план на второй модуль значит насчет экзаменов дистанционного значит уже там третий год дистанционные значит обучение потому что там до этого были два года там ковид нам мешал сейчас война вот поэтому правила экзаменов были такие значит накапливается оценка за два модуля вот получается там в конце ну там оценка 6 там от 10 баллов до 100 баллов если вам эти баллы устраивают значит вы согласны с оценкой накопительную которые вы получили то в принципе на экзаменах вот говорите да я согласен вот я вам эту значит балл пишу к за экзамен вот почему значит такое возможно на первых дистанционно там невозможно контролировать студента он там может списать откуда угодно потому что находится далеко вот и камера там не может за всем следить во вторых ну правило идти вам навстречу в текущей ситуации вот в третьих если человек работал ну для меня вот это последнее самое важное если человек работал там весь год хорошо то подвергать его стрессу с какому-то я не вижу особого смысла понимаете экзамен бывают такие таланты которые вот не учились и там допустим там за три ночи там этот материал как-то там освоили вот и они в голове держат но этот материал может легко забыться тут находится в кратковременной памяти практически работа там они не делали ли кого-то списали и и теоретически по вопросам экзамена человек может принципе неплохо ответить понимаете получить высокую цену при этом через три дня через неделю он полностью забудет практически ничего не делал и в общем получается толку от занятий ну скажем то будет небольшой как вот совсем другое дело человек который делал эти лабораторные работы сам там все он разбирался у него это было давно у него это в долговременной памяти он сдавал эти модули писал сам вот и тут получается как он может сильно разнервничать потому что экзамен такая делать такой жесткий очень порог понимаете вот и там допустим все забыть ну я утрирован вы понимаете вот ответ на них плохо и таким образом получить оценку плохую хотя на самом деле у него все в голове есть просто вот он находится в таком стрессовом состоянии и как говорят да вы выпал из головы а нам нужно что какой критерий в конечном итоге знания как критерий такой что вы на работе когда вы будете работать программистами вот то там вы сидите спокойно и вам доступны и там все материалы и интернет и сам справочные материалы и вас никто в стресс не вгоняет вы все спокойно работаете чем дольше вы нарабатываете скажем так как это полетные часы да как это старая конечно наверное не совсем понятно вот ну к одним словом чем больше по времени вы работаете с данной темой тем крепче и надежнее ваше знание ну поэтому вот критерий такой вы работали целый год хорошо вы получили накопили определенное количество баллов вам устраивает мы вам ставим но но тем не менее если человек хочет поднять свой балл за счет экзамена пожалуйста мало но такие люди бывают то есть примеру он там по баллам получил 65 баллов он хочет получить там 75 баллов хорошо вот тогда там чек берет билет отвечает по нему но я еще немножко обязательно устно поспрашиваю в общей папа темам курса если я вижу что кто на четверку в принципе знает вот он получит четверку то есть экзамен можно получить скажем так используя для того чтобы поднять оценку если вы там решились поднять оценку но по разным причинам я вижу что в этом состоянии стресса забывайте и так далее ну в общем идем вам навстречу оценку общую не понижаю то есть взялся но не получилось поднять оценку хорошо тогда вы получаете тут тот те баллы которые вы накопили понимаете то есть риска особого нет вы попытались поднять балл не получилось ладно вы съехали на состояние которые были понимаете да вот такой вот по экзаменам вот ну rgr вот rgr значит видео парка обязательно можно группами там 23 или больше человек если объемы rgr большой это позволяет там у нас есть сейчас группа студентов которая делала большую работу еще это в каком-то прошлом году не по нашему предмету они защищали тест честь института получили хороший результат вот и там большой объем работы и по коду и по электроники и по еще программу которая там режет картинку на какие-то там главы и минуты понимаете в общем там четыре человека легко в эту программу бы тут в этот проект помещается вот а так не больше трех вот обычно работа два человека один рассказывает по программе в arduino второй рассказывает по схеме в в этой самой значит в протеусе и из-за того что программа связана со схема схема связана с программой через нумерацию ног допустим через инициализацию обязательно тот кто говорит по протеусу говорит вот вторая ножка у нас на выход и вот в программе эта вторая ножка на выход и инициализируется воды ну вот таким вот образом и наоборот человек который защищает программу говорит вот значит здесь у нас мы делаем инициализацию на выход такой-то номер ножки вот смотрите в протеусе вот она подключена туда-то понимаете да вот должна быть еще перекрестные связи ну вот ребята в принципе все организационно я вам рассказал по второму модулю какие-то вопросы есть по этому значит по этому всему делу слушаю вас так вопросы вроде бы нет хорошо тогда мы с вами можем ребята переключиться на продолжение нашего значит изложения материала мы сейчас с вами пройдемся по интернет вещам вот значит что у нас там было сейчас секундочку так по моему здесь да вот смотрите я тут буду значит ребята кто помнит какие основные проблемы или скажет и задачи решали наши интернет вещи кто мне скажет то есть для чего нужны интернет вещи для чего не нужны были придуманы и почему мы сейчас пока еще не захлестнуты этим потоком интернет вещей его ну везде то слушаю уже мониторинга для мониторинга хорошо хорошо в принципе управление хорошо достаточно а какие проблемы вот почему до сих пор нам не удается заполнить все наше окружение интернет вещами а план такой есть по моему это дорого в реализации если правильно помню да то есть цена интернет вещи должны иметь предельно низкую цену так а что еще простоту использовали ну как бы более-менее 3 6 вот мы с вами кстати вот сейчас будем вот эта лекция будет посвящена что есть оригинальное решение где его достаточно просто это делается вот а дальность передачи как у нас там с дальностью помните там целая тема я вам рассказывал там вай-фай вот грустно а что с дальностью передачи грустно да грустно совершенно верно вот кто помнит у нас допустим вай-фай на какое расстояние на передает и bluetooth вай-фай в пределах 10-15 метров смотря какая скорость опотребление какое большое вайфай большое большое а а сколько должна работать интернет вещь от батарейки допустим ну так чтобы было когда несколько лет вот и получается смотрите вот простое вот задача поставлена сделать такую вот коробочку чтобы она там стреляла допустим через не знаю 10 стенок ну скажем так пронизывал девятиэтажный дом вот и чтобы там потребление было маленькое и батарейки хватило на три года оказалось что не bluetooth не вайфай не маги от это сделать вот еще тогда было придумано тогда была придумана новая там система передачи радио данных которые я вам рассказывал лора вот это лора значит эта система раз расширенным спектром значит я чуть-чуть подробнее там два слова скажу она была взята из военных и космических значит этих технологий вот когда сигнал настолько слабенький что он ниже уровня шума и на слух он не слышен но с помощью специальных математических преобразований оказывается можно вытащить из этого нижнего уровня шума вот и почему невозможно раньше было технологии применить в интернет вещах как вы думаете не потому что это секретно нет нет а потому что сложно математическое преобразование вот и значит ребята эти приемные передающие блоки они имели размеры там чемоданов как минимум ли там каких-то шкафов вот и понимаете там потребление энергии там было такого что никакой батарейки речи было быть не могло вот и только сейчас здесь технологиям наших нанометров когда мы можем маленьком маленьком кристалле всунуть и большой учительный блок и там управление значит радиоканалом да серьезно вот можно оказалось возможным эту технологию расширенного спектра внедрить в интернет вещи и что вы получили мы получили значит лора чистом виде 10-15 километров прямой видимости в городе там порядка трех километров пробивает толщу железобетона батарейка при этом там хватает ну на год на три а то и больше а от чего зависит скажите мне вот потребление энергии может еще чего зависит то допустим у нас лора да и расстояние там три километра то а чего еще периферии ну да периферии согласен но очень важно еще ребята как часто передаются эти данные то есть если мы придаем раз в сутки и сколько какой объем данных примеру вот у нас показания нашего счетчика воды ну там раз в неделю до передали там 6 цифр и сколько там эти цифр и все все остальное время она спит и тогда с этого рана может работать 10 лет понимаете вот а если у нас допустим мы передаем каждый час то батарейка будет садиться быстрее конечно конечно да а какие требования пожелания консорциума значит интернет вещей какой какая конечная цель скажите мне в интернет вещи что они хотят сделать вообще концептуально то есть так вот такой план план такой план такой чтобы интернет вещи потоково потоково передавали данные из мира виртуальный мир вот а что такое поток это там чуть ли не ежеминутный же секунду понимаете то есть требования еще были ужесточаются мало того чтобы она далеко била мало же ела с батарейки энергии так еще и постоянно транслировала понимаете да ну пока с этим вот траблы скажем так вот проблема значит передавать там допустим раз в сутки там в течение там трех секунд выйти в эфир передача с цифр да она решена и недорого и далеко и долго работает но вас потоковым значит потоковый пока передачи возможно от интернет вещей которые что работать нет батарейки подключена уже там ну как-то там к розетке допустим через адаптеры что такое понимаете да вот пока вот не до конца ну и там еще не только эти проблемы там еще другие есть проблемы которые вот сегодня будут рассказаны так ну значит смотрите это тут пару фотографий сейчас бы я бегом так пройдусь вот как выглядит когда если бы у нас были там значит занятие оффлайн то есть но в живьем то мы с такими модулями это работали это модуль bluetooth вот он стоит 100 гривен видите это внешняя периферия ардуиновская она стандартизованы ребята смотрите в чем стандартизация внешней периферии вот значит у нас что есть в cc это что у нас смотрите питание гнд земля тx передачи видите tx rx прием но enable и стоит это там какие-то нюансы которые не надо вам сейчас голову эти экраны или а ой ребята вы ребята спасибо я совсем забыл сейчас открою вам экран так 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 но записи экран будет виден полностью так что не просто так все есть показал вам экран сейчас так это опускаем сюда ниже это закрываем да то ну что это вам спасибо что сказали я бы там дальше а знаете что интересно интересно что вот этот граббер экрана который использую вот и я столкнулся некоторые оказывается что если я допустим захожу в telegram то он все снимает хорошо но если в telegram увеличиваю картинку и по ней начинаю рассказывать то потом в записи это увеличенная картинка не видно то есть видно там как-то программная увеличенная картинка она видно ну как бы не захватывается что ли вот этим вот граббером экрана и она видно как-то в другой плоскости что ли для программирования очень интересная получается на экранном режиме при открытии картинки в телеграме поэтому не захватывает сейчас подождите чуть-чуть помедленнее значит граббер берет весь экран да а если он берет те приложения которые не в полноэкранном режиме так а если я увеличиваю в телеграме эту картинку на весь экран полноэкранном режиме открывается а он полноэкранный режим не не хватает да правильно понимаю видите как интересно а и хотя я вот сейчас а может быть там настройках что-то можно сделать сейчас подождите что случилось а то он переключился на вот да ну надо значит получается я должен граббере может настройках что-то какую-то поставить это галочка попробовать там что-то сделать до чтобы он захватывал хотя он у меня захватывает весь экран там ладно попробую поэкспериментируем вот смотрите ребята вот значит пример как выглядит внешняя периферия связано с интернет вещами вот если мы работали значит ну как это оффлайн или очно очно до живем вот живих лучшее слова живем то вот пример внешней периферии вот что хорошо было сделано для системы ардуино она стандартизована что такое стандартизована значит стоит разъем да вот этот разъем и конечно вот эти выводы на разных этих платах они не стандартизованы в полном объеме в каком плане допустим первая ножка у всех питания вторая ножка слева направо это земля и так далее понимаете нет это все по-разному но они все всегда подписаны и не ошибешься ну частности вот что у нас есть в cc это нога питания там видите даже подписано от 3 6 до 6 вольт но 5 вольт подаешь нормально ground земля и tx это передача rx это прием уровне причем виде 3 3 вольта то есть 5 вольт сюда подавать и желательно но в принципе мы подавали выдерживает но там если там долго там чего-то бывало что выходил из строя иногда вот значит всякие с дополнительные контакты стоя и не был сейчас не надо об этом рассказывать забивать им голову вот есть вариант тоже есть только четыре ноги видите вот она то есть вот пример такой интернет вещи стоит она 100 гривен ребята скорость передачи 9 600 бот то есть это порядка одного килобайта в секунду расстояние прямая видимость 100 метров в реальности у нас если из аудитории то если по коридору пройти к туалету там допустим и 608 аудитории если вы были там в ней то до туалета еще добивает от чуть дальше уже все не не берет и до 601 аудитории тоже не добивать это примерно середины коридора ну то есть bluetooth он ну вот вот такое вот почему потому что частота передачи 24 гигагерца это очень высокая частота там длина волны предка 10 сантиметров любая стенка любой там этот самый для него препятствия а энергии но bluetooth небольшая берет порядка 50 миллиампер поэтому значит его значит потребление меньше чем вайфай намного вот расстояние примерно одинаково но и скоро зато ниже вот поэтому вот так вот это примерно выглядит значит кроме того пару слов ребята должен вам сказать вот еще о чем так называемые от и команды что такое это команды вы с этим можете сталкиваться потому что это бывает в интернет вещах такая вот вещь значит эта команда появились тогда когда были первые модемы модемы наверное в это не застали был такой deal up вот дела прижим значит вот этих вот модемов вы не работали с интернетом через обычный проводной телефон не застали то время когда так было не не застали укор телеком поставляет интернет через свои телефонные провода а есть тогда вот смотрите да да значит модем это такая была коробочка которая подключалась телефонной линии еще на проводах вот ну например у меня уже и отказался проводного телефона то есть все нам все держится на мобильной связи на беспроводной и у меня там эта станция телефонная проводная огромное здание но до сих пор стоит и она в общем закрыта все там я не знаю там может быть и и там уже ничего не работает то есть вот технологии ребята безжалостно вот люди там потеряли работу ну как обычно знаете да так вот и эта коробочка подключалась к этому проводу одним концом вторым концом она подключалась к компьютеру через ком порт скорость передачи по телефонной линии составляла 56 килобайт или 5 килобайт в секунду это самая высокая скорость которая была но мы были счастливы когда скорость передачи было 3 килобайта в секунду не мегабайт и не гига килобайта в секунду понимаете сейчас секундочку я закрою дверь вот и кроме передачи данных по вот этой системе по этой коробочке модем нужно было еще им управлять управлять как нужно было там поднять трубку положить трубку набрать номер вот почувствовать там появление гудка в линии ну и так далее ответ от провайдера то есть вот происходило соединение если сейчас вы подключены через ethernet постоянно и вы просто когда вы включаете компьютер запускается windows возникает сетевое соединение автоматически все делается и вы уже на линии понимаете то там нет там нужно было набрать номер вот потом там ну позвони до набора номера были еще от называемый колбеки для того чтобы то есть звонок назад для того чтобы вы не платили за телефон еще дополнительно то есть вы звоните провайдер провайдер ложит трубку то все разрывает связь и звонит вам навстречу и таким образом вы не платите за телефон платите только за интернет в общем вот такая была система да так мы работали так вот для того чтобы этим модем управлять кроме передачи данных нужно было подавать ему такие команды которые к данным не относятся вообще никак не относятся вот эти команды назывались от и вот эти этой команды они остались значит с того времени как 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 бы как понятие понимаете вот поэтому вот допустим вот нам нужно вот работать с нашим вот этим bluetooth модулем вот там тоже самое там нужно в этом bluetooth модуле подать команду допустим номер этого bluetooth модуля там посмотреть пообщаться с ним в том плане посмотреть какой у него там тип номер прошивки значит как он отвечает на разные команды как в нем поменять скорость настроить его допустим то есть это же не связано с передачей данной настройка его для того чтобы это делать нужны вот такие специальные команды И при работе с интернет-вещами, с некоторыми, там вот есть такое понятие, как АТ-команды. Они у всех разные. Стандарта, примерно стандарт есть. Вот как-то там более-менее, как это, дотримуются, да, производители придерживаются этой спецификации. Но, в принципе, там непаханное поле. Даже с этими HC05 и HC06 у них разные системы команд. Не системы, а, скажем так, некоторые дополнительные команды АТ где-то поддерживаются, где-то не поддерживаются. И еще это зависит от прошивки. Взяли модуль HC05, с одной прошивкой она эту команду понимает, с другой не понимает. В общем, полный бардак в этом плане. Да, это так, но если взять документацию, то с ними можно разобраться. АТ-команды, вы с ними сталкивались на уровне скриптов. Когда вы, допустим, работаете, ну, скажем так, вы хотите на сайт что-то передать. Или с сайта что-то там, не знаю, скачать. То там, по-моему, есть такое скрипты. Ну, если я ошибаюсь, поправьте меня, если что-то такое есть. Вот вы работаете дистанционно. Как бы это не программа такая вот в чистом виде. А это вот набор команд, которые вы куда-то посылаете и принимаете. Вот еще есть такое понятие, как скрипты. Вот это примерно то же самое. Вот. Вот такое вот там есть еще АТ-команды. Значит, кроме того, что вот на этом примере хорошо можно понять, что в интернет вещах такое понятие, как ведущий, ведомый. Значит, вот, допустим, если нам нужно соединить это аж 7 между собой, то один или ведущий, ведомый, это то же самое, что клиент и сервер. Вот. То есть клиент, получается, инициатор у нас чего-то там, какого-то соединения, а сервер это у нас отвечает. Вот. Вот здесь вот примерно то же самое. Ну, там детали, как это настраивать, смысла нет. Все равно вы все забудете. Лабораторной работы у нас поэтому нет. Но общее понимание вот у вас должно быть. И другие, значит, интернет вещи, там тоже есть такое понятие ведущие и ведомые, которые делаются с помощью настройки, с помощью АТ-команды. Так. Ну, вот примерно как эти АТ-команды выглядят, чтобы вы понимали. Начинаются они с буквы АТ. АТ, и после них там какое-то там вводится слово. Там плюсы, там еще services, или там еще что-то. И это слово там name, вопрос, то есть имя модуля, прочитать имя модуля, роль модуля, то есть мастер, слэвили, там еще какое-то. И, в общем, этих АТ-команд многое понапридумано. Вот видите, дальше вот продолжение, и, в общем, там вот такое вот. Так. Кроме того, чуть-чуть, вот модули Zigbee я вам рассказывал на прошлой лекции, которые там начинались уже интернет вещать. Чем модули эти Zigbee? Они были хороши тем, что они уже имели более дальнее расстояние. Это была первая попытка сделать, значит, для интернет вещей радиоканал, который стреляет далеко. Вот этот Zigbee передает на один километр. Но в зоне прямой видимости, если там какая-то стенка, то он работает примерно так же, как Wi-Fi или Bluetooth. Ну, чуть дальше. Не одну стенку побивает, а две. Почему? Частота высокая, 2,4 ГГц. Но, и дорогой, там порядка 50 долларов. Казалось бы, кто его будет брать? А вот в чем дело. Он, оказывается, его, ребята, очень трудно заглушить. То есть он чувствует, что творится в эфире и может уйти из зашумленного канала на другой канал автоматически. Найти место в эфире, где свободно передать данные. Это очень важное свойство. Потому что, допустим, Bluetooth и Wi-Fi, они тоже работают по такому принципу. А до них были еще другие системы, где они работали на одной частоте. И если на этой частоте появилась помеха, вся сеть интернет-вещей ложилась и не работала. Понимаете? XB обошли эту систему. Но такая система была дорогая, потребляла много энергии, 300 миллиампер. И нашу задачу могла выполнять только, если у нас есть питание внешне для нашей интернет-вещи. Но прогресс не стоял на месте. И вот уже интернет-вещи, которые там работают уже по системе Таталара. Вот она, значит, вот такой вот есть чип, который уже мало потребляет. Вот, далеко бьет. Вот, или, допустим, вот еще модуль Лора тоже. Далеко бьет. Но, ребята, при этом скорость очень низкая. То есть вот такие вот Лора интернет-вещи не могут передавать ни звук, не могут передавать изображение, не могут передавать только цифровые данные. Заявленная максимальная скорость 300 килобайт. То есть это 30 килобайт всего лишь. Но это в идеальных условиях. В реальности, конечно, нет. Даже в реальности, если мы хотим сделать сеть, где все работают на одной частоте, и у нас 100 интернет-вещей, то в реальности скорость может упасть 1 бит в секунду. Представляете? Вот такая медленно. Но зато, но зато у нас при такой скорости, там у нас покрытие до 15-20 километров, там батарейка очень долго. Вот, значит, как это выглядит, эта интернет-вещь. Вот так вот, вот так вот, довольно большая. Вот они еще, видите, линейка, все наши, значит, платы. Вот они, антенны довольно большие. Почему? Диапазон, ребята, субгигагерцовый. То есть это ниже 1 гигагерца. Там порядка 800 мегагерц, 400 мегагерц. А наши мобильные телефоны, почему они не имеют таких длинных антенн? Потому что у них частота выше 2,4 гигагерца. То есть 6 раз, 4 раза выше частота, и вот столько же раз меньше длина волны. А антенна привязана к длине волны. Антенна должна быть длиной волны хотя бы там от четверть длины волны, понимаете? Хотя бы 1 четвертая. И поэтому в мобильных телефонах длина волны маленькая, и антенку можно спрятать внутрь мобильного телефона, и она будет эффективно работать. А начинались мобильные телефоны, были внешние антенны вот такие маленькие, и даже длинные, но они ломались. И я помню, таких антенн поменял, наверное, штук 5. И потом вот эти антенны уже смогли поставить внутрь мобильные телефоны, и эта проблема исчезла вообще. Сейчас в этих смартофонах антенна встроена, маленькая. А с лорой такое не получится, ребята. Если мы сделаем маленькую антенну для лоры, то дальность передачи резко упадет. Вот пример работы лора в городе. На высоте 16 метров, видите, поставили. На расстоянии 2,5 километра ошибки всего лишь 0,25%. То есть это практически безошибочно. На расстоянии 3,3 километра через город, через бетонные дома. Здесь тоже расстояние 2% ошибок. То есть это очень-очень хорошая система. Лучше пока, ребята, за небольшие деньги ничего нет. Значит, вот даже на вось 3,5 километра 5%. Но это, видите, там здесь, смотрите, трасса пролегала через водные, это самое, тут почти очень мало бетонных стен. А вот здесь, допустим, здесь вот почти все время оно идет через дома. Ну и получается процент ошибок выше. Но все равно очень хорошо. Так, значит, что дальше? Какие у нас по интернет-вещам? Значит, связь в любое время, ночное и дневное время, вне помещения, в три помещения, между компьютером, человеком и вещью, используя универсальное оборудование между вещами. Вот это вот вся вот эта задача наших интернет-вещей. То есть еще раз повторим. Вот у нас эти конечные устройства. Значит, между конечным устройством, то есть что такое конечный устройство? Это наши интернет-вещи, коробочки наши. Значит, внутри тут это наша сенсорная сеть, где используются диапазоны нестандартные, которые несовместимы ни с мобильной связью, ни с какой-то другой. Здесь специфическая радиопередача для интернет-вещей очень низкой скорости, вот поэтому другие частоты, и их поймать обычными средствами невозможно. Нужно использовать такие вот модули интернет-вещей для того, чтобы выйти на эту связь. Дальше есть шлюз, который соединен с интернетом. В интернет соединен с облаком. И дальше через мобильный телефон вы через интернет соединяетесь с облаком, и можете видеть копию информации, которую они передали. Вот, ну, это тоже понятно. Как бы это вы тоже, в принципе, повторили просто все, вы это знаете, вот, в общей сложности. Но, ребята, оказалось, еще что должен вам сказать, еще несколько таких вот нюансов по интернет-вещам, состоящих в том, что вот эта вот система умного дома, вот эта вот система всех этих интернет-вещей, кроме того, чтобы контролировать все, что внутри здания и снаружи, все эти умные, значит, и снаружи, появилось еще такое понятие и такое направление, как умные улицы, умный город и тому подобное. Там умная страна, умная пыль и там вообще какие-то фантастические разные представления. Но, к чему я всему этого подвожу? Я подвожу это к тому, что... Сейчас, секунду. Кто-то пришел. Так, я это все подвожу к тому, что, ребята, кроме передачи небольшого объема информации в виде показания счетчиков, датчиков и тому подобное, оказалось, что появилась еще необходимость или желание передачи видеотрафика с умных улиц. Что это значит? Это значит, что в пределе есть такой план, идея на каждом столбе на улице, чтобы висело две камеры, которые снимают все вокруг них. Или там через столб по две камеры. Ну, в общем, как-то так, шагом там 50 метров. Сколько камера там может брать? Вот. И эти две камеры, они подключены к столбам, к обычным, которые там передают энергию. Поэтому, получается, там с питанием нет проблем. Понятно, что никакая батарейка, работающая в видеокамеру, не вынесет. Нет таких пока батареек дешевых и таких долговременных. Поэтому камера подключена постоянно к источнику энергии. Но, оказалось, проблема не в этом. Получается, что если мы весь город заставим такими камерами, то как сделать так, чтобы... Ну, просто не выдержит эфир. Понимаете, в чем дело? То есть, выяснилось, что видеопоток настолько гигантский, что не выдерживают сети передачи данных обычного проводного интернета, в котором работают люди. Не вещи, а люди. Ну, что это значит? Это значит, что мы хотим не только, значит, видеть, что на камерах. Но самое главное распознавать. То есть, кто по лесу распознавать человека, который там идет. В частности, распознавать еще номера автомобилей, которые там ездят. Для распознавания этих номеров, получается, передается весь кадр картинки по радиоканалу. Ну, там, какой радиоканал? Ну, допустим, там по, значит, 4G сети и мобильной связи. Они видео могут передавать. Выдержит такой поток. Там 100 килобатт в секунду легко. Но выяснилось, что если каждый стол будет передаваться скоростью 100 килобатт в секунду, еще две камеры, то, скажем так, все эти каналы не выдержат. Все это ляжет, и люди будут жаловаться на понижение скорости интернета. Более того, объем данных настолько большой, что облака не выдержат весь такой трафик. И искусственный интеллект, который на всех этих кадрах будет распознавать номера и лица. Понимаете? Поэтому, как бы, что делать в такой ситуации? Выход был найден. Оказалось, сейчас вот эти системы на чипе. System on chip, SOC. Вот эта система. Технологии позволяют уже сейчас, допустим, выделить лицо на кадре. Или выделить на кадре автомобильный номер. И передать не весь кадр, допустим, там, ну, какой там кадр, там, 1024 на 768. То есть, довольно неплохое разрешение. А выделить маленький кусочек там, ну, вы понимаете. Да, лицо на кадре занимает небольшой размер на расстоянии, там, 50 метров или там, 10 метров. Вот. И только его передать. То есть, таким образом, объем трафика падает, там, ну, не знаю, в сотни раз. Вот. Но для того, чтобы это сделать... Но разве объем трафика, чтобы это высчитать, не повышается? Объемы... А, сейчас... Да, да. Сейчас подвожу к самому главному. Смотрите. Поэтому, для того, чтобы передать только кусочек кадра, это лицо, или кусочек кадра, этот, значит, номер, нужно на этом кадре как-то это выделить. И вот это выделение, если мы дадим это выделение нагрузка на облако, то мы почти ничего не выиграем. Вы совершенно правы. Но если мы это выделение произведем на месте, на месте, вот, то есть, камера стоит на столбе, и там же на столбе стоит типа Raspberry Pi, вот такая вот система, система на чипе, то она уже способна выделить на кадре вот этот кусочек изображения и передать по нашим сетям только его. Понимаете? И вот такие... Не только это будет делать каждую камеру оснащать. Да, тогда придется, да. Да, каждую камеру придется... Это дороже, чем если она будет один раз в Raspberry Pi у нас стоять. Ну, не Raspberry, а просто в облаке рассчитать. Да, нам придется каждую камеру оснастить такой вот системой, да. Вот. И тоже речь идет о том, чтобы эти системы были как можно более дешевыми. Ну, Raspberry Pi сейчас стоит там 30 долларов, но вот это вот выделение лица можно сделать и на мощных контроллерах СТ, там, допустим, седьмого семейства, и они там дешевле. Ну, короче, вот идет борьба за это. Так я к чему это всего подвожу? Ребята, я подвожу вас к понятию как граничные вычисления. То есть, вот у нас наша система... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Вот наша система этих наших интернет вещей, и вот у нас сенсорная сеть. Вот. Я вам говорил, что сенсорная сеть ничего не вычисляет, ничего не обрабатывает. Она просто тупо снимает с датчиков сигналы и через шлюз передает в интернет. Так вот, оказывается, что, когда мы хотим сделать вот такую систему мониторинга, очень такую серьезную, то нам придется вот все эти интернет вещи, давать им интеллект, наращивать их мощность вычислительную, для того, чтобы они могли, вот, допустим, вырезать из кадра наше лицо. Но оказалось, что еще более выгодно не только лицо это вырезать, но еще его распознавать, или, по крайней мере, номер распознать. Вот. Ну, понятно, что распознать лицо там в базе данных, это там сложно, но какие-то попытки даже в этом направлении делаются... Сейчас, подождите. Да. Да. Так. отлично хорошо ли не да хорошо да командами 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 вытаскиваем да хорошо леночка хорошо это сейчас лекции что хорошо хорошо так извините вот и даже система сейчас ребята так 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 то есть получается направление идет не только в развитии интернет вещей не только в обла в направлении того чтобы передавать потоково и при этом работать от батарейки долго но для интернет вещей которые подключены к розетке и по госпитанием нет проблем направлен идет в том плане чтобы увеличить мощность настолько чтобы обрабатывать даже изображение и в некоторых случаях настолько что даже и распознавать что это за лицо или по крайней мере распознавать цифры какие там не просто вырезать кадр где цифра а еще какие цифры распознавать то есть это возможно я вам скажу что даже на контроллере esp32 который стоит два с половиной доллара вот и он вместе с камера стоит 250 гривен что даже умельцы делают прошивки которые на эту камеру эту камеру они значит направляют на счетчик воды и именно вот эту картинку которая снимает эта камера они анализируют и распознают какая цифра на счетчике воды то есть он видит как человек ну я утрирую понимаете да эта система и эти цифры она передают туда то есть с помощью каких-то там датчиков которые считают количество пересечений там вращение этого колесика которые набирают сколько воды у нас пролилось а именно вот он смотрит да значит распознает именно эти цифры как типа как нейро сеть понимаете вот даже вот это то есть речь идет о том что интернет вещь и становится все более умными вплоть до распознавания изображения полностью даже до внедрения интернет-сетей маленьких конечно ограниченных но тем не менее есть такое и вот такие вышления ребята называются такие вышления на границе на граница когда у нас вычисляет 1 наши интернет вещь они называться граничными я там рассказываю по тому, что будет у нас вопросы в модуле 2 как раз на эту тему. Граничные вычисления в интернет-вещах. И есть для этого уже такие вот чипы, микроконтроллеры, достаточно мощные, типа ESP32, типа Raspberry, старших семейств нашего STM32, где там 600 миллионов операций в секунду и больше. И частоты высокие, 200 МГц тоже выше. И вот они могут работать от батарейки. Цена относительно небольшая. И вот они такие сложные действия могут производить. Даже распознавание там образов на месте. Но кроме, ребята, граничных вычислений, которые сейчас тоже внедряются, есть еще сейчас граничные вычисления компьютер. Преимущества туманных вычислений. Граничные вычисления, то, что я вам рассказал. Другие технологии. Так, распознавание образов велится. Это я вам рассказал. Есть еще, оказывается, другой способ снижения трафика. А он состоит в том, что давайте мы не будем грузить все в облако. И все задачи в облаке выполнять. Давайте мы какие-то задачи будем производить между интернет-вещами. Локально. Понимаете? И вот такие вычисления, когда облако не задействует, не задействуется. А когда интернет-вещи могут переговариваться с собой, между друг другом. Вот смотрите, обратите внимание, как здесь интересно. Здесь вот эти стрелочки направлены от интернет-вещи к шлюзу. И от шлюза к интернет-вещи. То есть, передать от одной интернет-вещи что-то на другую интернет-вещи, все должно происходить через шлюз, через интернет, через сетевой сервер, где принимается решение, что делать. И от него может передаться на другой интернет-вещи. Появилась идея, когда вот, значит, эта система тотальной слежки все больше и больше как бы наращивает мускулы, все более и более становятся мощные. Появилась идея, давайте мы напрямую между интернет-вещами будем передавать какую-то информацию. Давайте мы, знаете как, если у нас какая-то задача сложная, и одна интернет-вещь, допустим, у нее там ESP32, 600 миллионов операций в секунду, 240 МГц частота. И она не успевает, эта интернет-вещь, производить достаточно быстро эту операцию. Давайте мы эту задачу разобьем на части, пусть она эту задачу распределит, расплюет на соседние с ней интернет-вещи, она до них может дострелиться. Они, значит, все это дело обсчитают, вернут результат ей назад. То есть это такое, знаете, как многоядерная такая система. Вот получается, почему такие учреждения называются туманными, потому что туман – это рассеянное в пространстве облако наших капелек, понимаете? Здесь то же самое. Наши, значит, интернет-вещи, вот они, видите, они здесь расположены внутри себя в виде некого тумана. То есть у нас есть облако, это наши сервера, это наши полноценные компьютерные системы, мощные, нормальные. Но оказывается, что можно сделать такое же облако внутри интернет-вещей, связанных, видите, между собой. Но называют их для отличия не облаком, а туманом. Вот такой туман из этих, как это, из этих капелек, каждая капелька – это наша интернет-вещь. И, значит, есть целый консорциум, называется Fog. Так, где он тут? Посмотрим, как он. Так, вот наш туман. В частности, вот, значит, с помощью Microsoft, ARM, Cisco, Dell, ну, лидеры, да, вот, Присовским университетом был разработан OpenFog консорциум. Цель являлась создание открытой эталоны архитектуры для туманных вычислений, которая получила название OpenFog Reference. Ага, Fog, получается, у меня здесь, как же этот Fog расшифровывается? Тэмин обозначается модель, не могу найти. Ладно, недостаточным звеном. Преимущество туманных вычислений. Опять же. Так, хорошо. Значит, такой вот есть Fog консорциум, который занимается, значит, вот таким вот стандартом. То есть, получается, они поняли, что вот это вот вычисление в этом тумане, если дать это на, скажем так, на естественный ход развития событий, то все это превратится, значит, в полный бардак. Вот. И нужно это дело как-то систематизировать. Поэтому они организовали такой вот консорциум, Fog консорциум, который позволяет где-то там, который позволяет эту архитектуру разработать, разработать стандарты передачи данных, вот, значит, алгоритмы приема передач и там, есть, понимаете, в чем проблема. Интернет вещь может отработать, отработать, хлоп, батарейка закончилась и загнуться. Вот как будет в такой ситуации? Ну, примерно так же, как в интернете. То есть, сервер работал, может выйти из строя. Как вот, но там есть люди, понимаете, которые могут этот сервер, допустим, переключить с одного на другой. Вот. А здесь людей нет. Вот. То есть, есть проблемы, которые нестандартны для сетей. И вот они вот решаются с помощью этого консорциума. Значит, и что у нас получается? Вот эти туманные вычисления выяснилось, что они могут быть достаточно мощными. Почему? Потому что, кроме таких вот интернет вещей, как, допустим, сделанных на ESP32, они как бы для интернет вещей мощные, конечно. То есть, ESP32 способны обрабатывать даже видео и звук. Ну, но это такое, но низкокачественное видео. Звук нормальный. Но что-то более покруче не может уже. Но, среди интернет вещей к ним можно отнести и беспилотные автомобили. То есть, это такие вот системы, перемещающиеся в пространстве, но имеющие очень мощный компьютер на борту. Но он тоже специализированный. И он не имеет чистый вид какой-то операционной системы внутри. Вот. И мощность у него большая. И выясняется, что на беспилотном транспорте можно тоже сделать туманное учление весьма-весьма мощное. И систему передачи данных между ними. Почему нужна система передачи данных между интернет вещами? Потому что для автомобилей значит, низкая задержка на реакцию среды. То есть, снижение трафика на облако понятно, да, когда мы учитываем на месте. Вот. И создание своих сетевых соединений с низкой задержкой передачи узлами без использования облака понятно. Но очень важно вот эта вот низкая задержка на реакцию среды. Почему? Значит, смотрите, вот у вас беспилотный автомобиль. И человек сядет за беспилотным автомобиль тогда и только тогда, когда он практически, практически не создает аварийных ситуаций и работает лучше, чем человек почти в 10 раз. То есть, аварии исключены. Как можно исключить аварии в беспилотном транспорте в принципе? А вот как. Ну, когда-то я вам рассказывал, что вот, как оказалось, для того, чтобы сделать хороший беспилотный автомобиль, нужно сделать так, чтобы внутри него система прогнозировала или предсказывала поведение всех объектов на дороге, движущихся объектов, на 2-3 секунды вперед. Почему? Потому что, если мы хотим наш автомобиль разогнать или остановить, нам нужно некоторое время, 2-3 секунды, чтобы это сделать. Почему? У нас реакция на управление, она не мгновенная, она медленная за счет нашей механики. Понимаете, да? Вот. И, значит, 2-3 секунды прогнозировать. Это еще понятно. Вот. Но бывают ситуации, когда это сделать невозможно. Почему? Допустим, из-за угла вдруг неожиданно появляется автомобиль, который пересекает вашу дорогу. Время его появления там меньше, чем эти 2-3 секунды. И спрогнозировать его в прямом виде с помощью видеокамер невозможно. Как вы думаете, как можно спрогнозировать выйти из этой ситуации невесть откуда появившийся автомобиль из-за угла? Есть у вас идеи? Возможно, если заранее знать местонахождение других машин. Вот. Совершенно верно. Правильно. Представьте себе, что у нас каждый вот этот автомобиль это наша интернет-вещь. Ну, имеется в виду связь. И каждый автомобиль, понятно, что каждый автомобиль беспилотно связан с облаком. И он туда передает информация для обучения. Ну, как всегда там. Чем дольше он наездил, тем больше опыт, тем лучше беспилотный автомобиль ездит. Но мы можем связать эти автомобили между собой. Кроме того, что беспилотный автомобиль передает данные того, что он видит в облако, он передает еще свое местоположение. Но выяснилось, ребята, что как бы мы не делали какие высокие скорости передачи, значит, между облаком автомобилей, все равно это занимает там какие-то здесь там, ну, какое-то время, там, до секунды, к примеру. Для ситуации на дороге это может быть критичным. А вот если мы перейдем между автомобилями, сразу, напрямую, с помощью каких-то вот таких вот радиопротоколов, которые пронизывают здание насквозь, там, на километры, о, тогда мы можем убрать. Получается, наши автомобили, они круче, чем водители, люди. Они видят сквозь стены, и они знают все вокруг, что происходит. Представляете? То есть, вот тогда мы можем сделать автомобиль, который видит лучше, чем человек, не устает соображать лучше, чем человек, и аварии можно, ну, я так думаю, что да. Если не практически, то полностью можем исключить. Вот. И выяснилось, что вот такие вот туманные системы, вот, где у нас интернет-вещи, вот, видите, связаны между собой напрямую, или вот как здесь, видите, вот он, этот зелененький кружочек, слабенькая интернет-вещь, зелененький кружочек большего размера, видно более мощная интернет-вещь. И вот между ними, видите, разные там и связи. И вот если мы между автомобилями сделаем такую прямую связь, то вот это низковременно отклик на реакцию среды позволит нам решить эту проблему. Занимаются это решением проблемы. И тогда такой автомобиль, заранее знаю, что сейчас из-за угла выскочит какой-то другой беспилотный автомобиль, или не беспилотный автомобиль, автомобиль с человеком, но у него там стоит, этот автомобиль является интернет-вещей, он подключен в общую сеть, и они все все это видят. Мы заранее тормозим, а тут пусть сумасшедший проскакивает мимо нас. Понимаете? Вот такая вот вещь. Значит, кроме того, вот это вот интересное, что, что вот эта технология 5G, она чем еще хороша? Она хороша тем, что она не только позволяет передавать большие трафики, большие объемы, но очень важно вот эта низкая скорость реакции на среду. И вот эта система с низколетящими спутниками, то, что это делает Илон Маск, то есть, эта система Starlink, они летят невысоко, там, по-моему, 200 или 300 или 400 километров над землей, вот, не 400, ниже там, ниже, да, по-моему, 200, вот, то, вот, они тоже обеспечивают эту низкую, значит, задержки. Для чем это нужно? Вот для таких вот вещей, для туманных вычислений, вот, и это нужно, сейчас еще для чего, и это нужно для наших систем межмашинного взаимодействия проектов Аватар, когда вы надеваете на себя костюм, надеваете очки виртуальной реальности, там, наушники, и где-то далеко есть некий робот, который повторяет ваше тело, и вот вы можете таким образом взаимодействовать с ним дистанционно, и вы, допустим, там подали команду, там, повернуть руку, и коснулись чего-то, и вы у себя в вашем костюме чувствуете это прикосновение, и вот очень важно, чтобы это вот отклик, время вот это прохождение сигнала было минимальным, а по-моему, это меньше одной десятой секунды, то тогда ваш мозг считает, что вот нет этого разрыва, вот, и вы, как бы, ну, есть состояние, иллюзорное состояние нахождения там где-то далеко, вот это вот очень важно, это время отклика, вот, поэтому вот для туманных вычислений, для, значит, систем виртуальной реальности низкое время отклика имеет решающее значение, вот, и вот эти системы 5G, почему они имеют низкое время отклика еще, потому что у них очень широкие каналы, нет очередей информации при передаче, при приеме, там все пролетает, знаете, как по свободным дорогам, быстро, вот, и вот это время отклика тоже маленькое, но с 5G пока вот проблема, потому что высокие очень частоты, они там за 5, за 6 гигагерц, то есть 2,4 гигагерца, мы знаем, что они распространяются уже хуже, а здесь еще выше 5,6, вот длина волны еще меньше, и там где частота достигает 30 гигагерц, но там очень высокие скорости, вот, там даже палец, который и руку, когда вы берете телефон в руку, если вы рукой закройте антену, то все, ну, передачи не будет, там физические ограничения, вот, то есть, в принципе, мы подходим, если со стороны кристалла, мы подходим к физическому ограничению, размера нашего кристалла, то есть там нанометры, то с точки зрения беспроводной скорости передачи данных, мы подходим к ограничению в длине волны, и даже уже для 5G, если там, допустим, для 3,4G, достаточно антенны ставить, ну, эти базовые станции, там, 500 метров, как минимум, друг от друга, или километра, оно, в принципе, нормально работает, то для 5G, а еще дальше 6G, еще более высоких частот, нужно ставить там буквально, с шагом буквально 100 метров, и даже не только это, выясняется, что все преимущества 5G, реализуется, вот эта вот низкая скорость, там, не низкая скорость, а низкое время реакции, то есть очень быстро, высокое быстродействие отклика, когда вы на улице, когда между базовой станцией, вами нет бетонной стенки, тогда скорость самая высокая, как только вы зайдете в дом, на 5G, бетонный дом, то там уже скорость падает, и вот все эти преимущества 5G, они в некоторой степени, не знаю еще в какой, с 5G телефоном не работал, скрадываются и уменьшаются, то есть уже наступают ограничения, мы находимся в состоянии, когда мы достигли на данный момент, почти вот этих вот пределов, нашей технологии, и не выдерживают скорости, и облака передачи таких объемных данных, и поэтому дело приходит все к тому, что вот эти вот маленькие устройства интернет-вещи, эти микроконтроллерные системы, говорят, ну ребята, раз так не получается делать все централизованно, мы не успеваем, давайте мы это все размажем на все наши микроконтроллерные, микрокомпьютерные специализированные системы, это нам позволит выиграть, ну как-то вот решить эту проблему, давайте, значит, вычислять на границах, появились граничные вычисления, но внутри одной интернет-вещи, давайте вычислять путем обмена между интернет-вещами, это уже туманное вычисление, ну и каким-то образом мы сможем выйти из положения, вот, значит, вот это вот про дополнительную информацию по интернет-вещам я должен был вам рассказать еще ребята значит что значит какие есть пару слов о направлениях стартаперов в этих интернет вещах что в чем куда идет направление этих стартапера на очень простое это интеграция в любую вещь которая вы там увидите вы у нее всунули микроконтроллер вы сделали из этой вещи сделали умную вещь вы подключили эту вещь к интернету у вас получился интернет вещь вот и все но и поэтому как примеры допустим вот стартаперы придумали когда хозяин хозяина нет дома для кошек придумали такой кубик который там выпускает лазерную луч которая там бегает и кошка там играется ну всякие там умные гантели вот например украинский стартапер хелка вот придумал такая гантель там батарейка микроконтроля насчитает там количество тех этих с помощью гироскопа датчик гироскопа сколько раз ее подняли повернули вот потом что еще может быть умной но куда можно еще в ракетку мы можем всунуть правильно вот вру в ручку этой ракетки можно суть контроллер батарейку там все помещается значит сделать датчик натяжения на наши струны каждый удар она будет считать там скорость и все остальное видите все это выход на мобильный телефон и таким образом можно вести статистику всех этих там вещей значит всякие тут еще брон там вот они там я дают свою рекламу вот в конечном итоге вот такая такая вот образ такая картинка соединение одного из другого вот то есть это водка сама наших стартаперов кратко рассказать куда они идут вот поэтому если вы хотите взять какой-то проект вы хотите берете любой предмет который пока еще не стал умным в совете в него микроконтроллер и делайте работу можете говорить что вы стартап понимаете то что там сделали вот ну а мы сейчас с вами перейдем к более такой значит сейчас ребята значит интересные вещи я вам расскажу пару слов они это стандарт передачи интернет вещей который называется mqtt значит вы с ним тоже можете услышать чтобы имели общее представление что это такое значит как вы поняли значит наши вот эти интернет вещи значит классическая система соединение вот она здесь это через шлюз через интернет и так далее вот есть вот этой туманное вычисление где у нас интернет вещи общаться между собой но в конечном но это как такой некий довесок то есть в конечном итоге все эти интернет вещи работы через шлюз но дополнение они могут еще работать между собой обмениваться данными то есть выполнять туманные вычисления и внутри каждый интернет вещи может выполняться своей задачей, это граничные вычисления. Понимаете, да, чем отличается одно от другого. Вот. Но бывают случаи, ребята, особенные, когда шлюзы очень далеко. Вот. И вот такие вот, значит, граничные вычисления, туманные вычисления тоже труднодоступны. Какие, может быть, почему такое возможно? И где? Да, это возможно. Например, у нас трубопровод, который находится где-то в степи, в тайге. Вот. И мы хотим этот трубопровод сделать умным, то есть, щупать его постоянно. Как это? визуализировать. Ну, к слову, не могу это подобрать. Ну, понимаете, да? Значит, сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, вспомню, потом скажу. Вот. Диагностировать его состояние. Или у нас мост, допустим. Мы хотим диагностировать состояние моста. Там натяжение, температура и все остальное. Вот. Тоже протяженный такой объект. Вот. Получается, что все это находится бог знает где. Значит, GSM-сигналы, там могут быть очень слабыми, недоступными. Либо это дорого. Либо это там по батарейке тоже очень там накладно. Вот. И нам нужно сделать как-то так, чтобы эти наши интернет-вещи, прилепленные к этому нашему, значит, к этой нашей трубе, были, а еще же могут быть вандалы неустойчивыми. То есть, кто-то может подойти, молотком сбить просто, и там, украсть эту интернет-вещь. Вот. Что делать в таком случае? Такое тоже возможно. Вот. И тогда, значит, есть такие сети, MQTT. То есть, по сути, как бы, ребята, это такая сеть, это уже шаг к таким вот туманным вычислениям. То есть, к обмену информации не между интернет-вещью и шлюзом, и облаком, а обмену информации между интернет-вещами. Как там сделано? Значит, были попытки, ребята, я тоже пробовал, участвовал каким-то образом в этом процессе, делать так называемые МЭШ-сети, ячеистые сети с равноправными, вот, значит, уровнями передачи данных. Значит, и у нас даже был такой проект, мы там на таможне делали, мы на каждый грузовик цепляли такую бирку, которая там передавала сигнал на 400 МГц, достаточно далеко. То есть, и, значит, а на столбах мы ставили уже радиоприемные такие его системы, которые, значит, определяли, значит, машина, когда прожала мимо столба, расстояние было небольшое, вот, и таким образом этот сигнал с этой машины попадал на столб, с этого столба он передавался в следующий столб и так далее, пока не попадало в общую, значит, ну, облако тогда не было таких названий, в общую базу данных. Вот, и что там было? Значит, и у нас вот эти вот были, на столбах стояли эти вот так называемые, сейчас это уже понятно, это называется брокеры, вот, а раньше у нас даже таких названий не было, там у нас были вот эти приемы-передатчики, и что выяснилось? Выяснилось в том, что эти приемы-передатчики из-за помехи иногда могут не работать. То есть, кто-то вышел на эту частоту, и данный столб передать информацию не может, вот, допустим, тому столбу, а другому столбу может передать информацию. И, в общем, можно такими окольными путями все равно ее передать. Вот, и мы делали эту систему на Zigbee, вот, вот, и выяснилось, потому что тогда Zigbee только выпустила, значит, свои вот эти вот датчики, вот, не датчики, а радиопередающие модули, и вот эта вот программная поддержка, вот, перенаправление данных между этими, значит, радиопередающими модулями, они только начали это делать, вот, для делания этих сетей. То есть, сети могут быть шинные сети, где у нас от одной к другой, как лягушка, прыгает по воде, понимаете, вот так вот информация передается. Сети могут быть топологии, типа звезда, когда у нас есть книга центральная, и вот он передает, вот здесь тоже звезда, ведь и шлюз, он в виде звезды, он от себя, вот, линии вот так вот передает в разные части, как лучи звезды. Но сеть может быть равноправная, когда мы можем передать отсюда и на шлюз, и на этот, и на этот, и на этот, то есть, вот такое вот хаотичное, такое перемещение. Чем хороша такое mesh-соединение ячеистое? Она хороша тем, что если где-то что-то там выйти из строя, допустим, вот этот интернет вещь хочет передать сюда, то она бы передала на эту интернет вещь, а потом на эту. А эта вышла из строя, тогда она меняет путь обхода через шлюз. На шлюз, а потом на шлюз на эту интернет вещь, на третью. Первая, вторая, третья. Поняли идею, да? Вот это перенаправление работает, ребята, это перенаправление в протоколе TCP IP. То есть обычный протокол интернета, то есть если какой-то сервис выходит из строя, у нас информация идет по обходному пути. И вот эту систему консорциум или как там это стандарты CPAP разрабатывали больше 10 лет для того, чтобы он интеллектуально мог эти данные перенаправлять. Ну и с подобной же проблемы столкнулись на уровне не живого интернета, а на уровне обмена внутри интернет вещей. И быстро, конечно, эта фирма Zigbee ее не решила. Ну и, короче, мы пытались там как-то тоже сделать, писали эти протокол сами. Получалось очень плохо. Получалось в том плане плохо, что эта информация, если она не находила пути, иногда приходилось довольно долго ждать. И мы не знали, как быстро она пройдет, как вот это все произойдет. Потом через пару лет все-таки фирма Zigbee выпустила эту прошивку, которая поддерживает имеш-сети. Как она работает, мы уже не знаем. Мы отошли от этой задачи, которую мы решили там иначе. Мы сделали жесткую тоталитарную систему. Вот какую. Значит, есть определенные окна времени передачи. И в эти окна времени ты передаешь сигнал. Если он не передается, ждем, запоминаем его. И в следующем сеансе передачи пытаемся передать опять. Вот. И получилось, в принципе, неплохо. Мы знаем, что там эти окна открываются, допустим, каждую секунду. Ага. В эту секунду не пришло, значит, в следующую секунду. Или там через одну. И вот таким вот образом мы можем... В принципе, оно доходило. И довольно быстро. То есть он не искал обходных путей, а просто по этой же ему пути пытался пробиться всякий раз, как только открывалось окно. Получилось тоже неплохо. Вот. Так вот. К чему я все это веду? Сейчас, ребята, я уже там немножко ушел в сторону. Так. А. Я веду к этому стандарту MQTT. К этому стандарту MQTT. Вот. Значит, что придумали в этом стандарте MQTT? Вот это... Они тоже были вынуждены, ребята, отказаться от вот этой системы передачи данных между... Между этими, значит, интернет-вещами в виде сети Mesh. Вот. Когда она расположена вдоль трубы. Они сделали такую систему. Они сделали такую же систему, как в интернете. В интернете у нас есть сервера, которые работают круглосуточно, которые поддерживаются, значит, там людьми и так далее. И они сделали такие же особые интернет-вещи, которые работают только на прием-передачу. И являются такими, ну, скажем, там, сборщиками информации, как сервер. Только назвали его по-другому. Брокер. Вдоль трубы вы делаете такую сеть из брокеров, вот, которые занимаются только передачей информации. Они ничего не измеряют. Вот. И они передают информацию друг от друга. А датчики на этой трубе, вот, они соединяются с этими брокерами, понимаете? Точно так же, как клиент соединяется с сервером. Вот. И вот эти вот датчики интернет-вещи, которые передают на брокеры, значит, они решили разделить на два типа. Значит, одни датчики интернет-вещи, которые только передают. Это называется издатель. Вот такое странное название, которое, ну, передает информацию. Вот. И те, которые принимают информацию. Ну, к примеру, у вас на трубе есть какой-то вентильный экран. И, значит, где-то до этого крана появилась информация с интернет-вещи, что давление очень высокое. Или, наоборот, там, температура изменилась. Короче, в общем, какая-то такая ситуация, что кран нужно перекрыть. Получается, что нужно передать на интернет-вещи, которая сидит на кране, команду, чтобы она этот кран перекрыла. То вот эта интернет-вещь, которая управляет краном, она же получает информацию только извне. Она ничего не передает, она только приемщик. Вот она называется таким странным именем, как подписчик. Если вы назвали издателей подписчиков, то есть такое литературное бюро сделали, то давайте назовем уже брокера редакции, знаете, чтобы это было понятно. То есть издатель переносит свои рукописи в издательство, в редакцию. Редакция редактирует и передает, значит, кто у нас там, подождите, подписчик, значит, и, значит, это получатель. Как я уже забыл, как он называется. И передает этому получателю эту информацию. Нет, значит, вместо редакции назвали брокером, вот, а там подписчики и издатель. Вот такой, да, подписчик это тот-то получает. В общем, такая вот неудачная, ребята, очень термина, вот в этом стандарте МКЮТТР. Значит... Это блогеры в мире СКС, да? Да, 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 да. Блогерство в мире СКС, совершенно верно. То есть, смотрите, издатель это, собственно, блогер, который вещает, да, он вещает через что? Через YouTube, да? YouTube это брокер, понимаете, да, в области интернет-вещи. Ну, а все остальные, кто слушают этого блогера, это у нас что? Это получатели, да, это подписчики. Да, так и есть, мы же подписываемся на YouTube, правильно? О, кстати, спасибо. Хорошая ассоциация, да, легко запомнится. Значит, если мы к нашей интернет-вещи подключили DHT11, это наш блогер, который издает информацию, вот, и это у нас называется издатель. Значит, передается все это дело на YouTube. YouTube это у нас брокер, да, а на YouTube подписываются другие интернет-вещи, это наши подписчики. И в зависимости от того, какой у нас хайп и кого мы там нагнули, кого мы там обхайпили, понимаете, да, подписчики выполняют те или иные команды, там, пишут комментарии, там, с кем-то поругаются, вот, все то же самое, поняли, да? Вот, вот я, ребята, вам должен был рассказать еще вот про такой стандарт по интернет-вещам. В принципе, сколько у нас там времени? А, еще есть у нас 15 минут, вот. В принципе, вот так вот, вид сверху, ребята, это вот почти все о мире интернет-вещей. То, что я вам сегодня дополнительно рассказал, это что такое туманные сети, это вычисление каких-то задач между интернет-вещами. То есть, мы задачи распыляем в тумане между интернет-вещами. Граничные вычисления, это вычисление задачи внутри одной интернет-вещи. То есть, вот камера снимает, там стоит Raspberry Pi, Raspberry Pi вырезает лицо прямо на этой камере. Понятно, что размазать задачи между соседями нет смысла, там такие же стоят задачи, вот. Но если у нас стоит ESP32, допустим, несколько штук рядом, и я не знаю, что там, можно какую-то статистику собрать, и потом ее как-то обработать, то, наверное, можно как-то эту обработку статистики распределить между этими вот вещами. Вот это будет у нас туманное вычисление. Что еще вы должны ответить на вопрос преимущества туманных вычислений, это у нас будет, значит, в модулях, они состоят вот в чем. Что у нас, мы снижаем трафик на облако, вот, мы, значит, трафик и нагрузку на само облако мы снижаем. Но что очень важно, низкая задержка на реакцию среды. То есть, оказалось, что мало того, что облака перегружены, там все такое, ну, как бы можно этот вопрос решить тем, что мы можем облако расширить, там поставить большее количество жестких дисков, больше серверов и так далее. Но вот реакцию, время реакции тут уже не очень получается, потому что вот эти вот скорости передачи по всем этим, значит, TCP, IP-соединениям и прочим там реакции на сервер, вот, ее сделать очень быстро, то есть, скажем так, там вот этот барьер скорости, он, его очень трудно преодолеть. А когда мы делаем граничные вычисления, то прямо внутри интернет-вещи, ну, там скорость максимальная, понимаете, реакция предельная. То есть, интернет-вещи что-то увидела или что-то измерила, и она же там закрыла кран, к примеру, и сделала это внутри себя. Кран уже перекрыт, а отчет о том, что он перекрыт, отправляется в облако. Вот это вот граничные вычисления, понимаете, вот. А, значит, вычисления, которые вот у нас туманные, где мы между собой, мы между собой быстренько договорились друг с дружкой, там объем информации очень маленький, а если у нас Wi-Fi соединение между интернет-вещами, то скорость очень большая, вот, и мы таким образом можем мгновенно принять решение тоже среагировать. Но мы вычисления размазали между интернет-вещами, это туманное вычисление. Тоже низкая задержка на, значит, на вычисления. Так, вот это вот я вам рассказал. Раз, значит, вот эти туманные граничные вычисления, потом я вам рассказал, о чем, о, значит, MQTT я вам рассказал, о наших стартаперах. Ну, и, в принципе, по таким вот общий обзор по интернет-вещам, это, ребята, все, что вам нужно знать, и мы на этом закончим по общему обзору. И мы сейчас перейдем, я вам за 15 минут еще расскажу о такой вещи, как нам сделать, вот, оптимизировать и чуть ли не автоматизировать на программном уже уровне вот эти интернет-вещи. Значит, сейчас я вам открою это дело, вот. Значит, для того, чтобы нам уже на программном уровне эту интернет-вещь, значит, соединить с облаком, то мы должны сделать, написать довольно много программного кода, и довольно сложно это сделать. Во-первых, самой интернет-вещи нам нужно написать какой-то скетч или код на Ардуино, который бы через, значит, посылал, ну, снимал данные с датчика, это вы делали на лабораториных работах, но посылал, допустим, через Wi-Fi или через Bluetooth какую-то информацию, как-то эта информация должна, как-то должна посылаться в это облако, да, задача? Да, задача. Второе. В самом облаке нужно выделить какой-то кусок, который бы работал именно с интернет-вещами, то есть там какой-то объем этого трафика, какой-то там должен крутиться в этом облаке, не знаю, фронт-энд, бэк-энд, которые, значит, принимают информацию по, значит, линиям соединения от интернет-вещей и куда-то их складируют, и что-то с ними делают, может, какую-то реакцию производят. Это, с одной стороны, это облако должно делать, то есть работать с интернет-вещей. Другой рукой это облако должно, с кем быть соединено, как вы думаете? С пользователем, который заходит на это же облако с чем? С мобильным телефоном, вот, и он на этом мобильном телефоне должен видеть состояние интернет-вещей, то есть облако одной рукой берет у интернет-вещей информацию, ложит в себя и держит, а потом, когда к этому облаку подключается пользователь и еще не какой-либо кто угодно, а нужно еще авторизовать, я тогда эту информацию секретную, ну, я шучу, но иногда она и секретная, передаю ему на мобильный телефон. Вот, это один вариант, да, передача от интернет-вещей на мобильный телефон, но должен быть же и обратный канал, то есть человек со своего мобильного телефона должен через облако на интернет-вещей подать какую-то команду, вот. То есть получается, смотрите, нужно написать код какой-то специфический в интернет-вещей, то есть в нашем Arduino Nano, к примеру, да, чтобы он передавал в это облако, нужно написать код внутри самого облака, нужно написать код на мобильном телефоне, то есть это как минимум три кода, вот. И, ребята, как это все начиналось? Значит, можно все это делать программно, все это очень сложно. Вот я вам показываю пример на экране, как, если у вас 82-66, это такой контроллер, я вам о нем рассказывал немножечко, это Arduino Nano в области интернет-вещей. Почему? Это на этом же платке, за такую же цену, кроме Arduino Nano, мы еще имеем Wi-Fi-выход, понимаете? Вот, чем оно хорошо. И вот, пожалуйста, есть специальный конструктор, где на мобильном телефоне рисуются всякие кнопки, индикаторы и так далее, графики даже может рисовать. Дальше, значит, нужно вот работать с облаком, видите, вот оно, подключение к этому облаку. Что у нас там еще есть? Нужно загрузить специальный скетч в Arduino. Скетч, смотрите, скетч работает этот в Arduino, он же должен как-то пробиться в это облако, да? Значит, всякие там, вот видите, вот AT-команды. Почему я вам этой командой рассказывал? Вот они, видите, здесь есть AT-TR-TR, вот оно там, общаются, сбрасываются, подключились к облаку, не подключились, короче, обалдеть. Очень-очень сложно это все сделать, вот. Значит, что у нас тут еще что-то есть? Да, вот оно это, в облаке есть там всякие протоколы, вот видите, они здесь нарисованы. SQL, там, пати, специальный протокол для этих, всякие стандарты. В общем, можно сойти с ума, понимаете? Выяснилось, что сделать вот так вот, ручками, ручками сделать все вот это вот дело. Значит, а в облаке, вы же хотите зайти, допустим, в облако, значит, не только с мобильного телефона, еще и с компьютера, и неплохо, чтобы на этот компьютер передавалась красивая такая картинка. Видите, функции, влажность, температура, прихожая, там еще вот график всего этого. Это что же нужно все рисовать? Кнопки, которые управляют, вот они, видите, этот умный дом. Вот, и прошивка, в общем, это ужас, ребята. И этих, значит, и вот этих вот протоколов обмена между интернет-вещами, их очень много. Это все сейчас идет на уровне полного бардака. Видите, я вот вам листаю вот все это дело. Варианты с разными облаками, которые заточены под интернет-вещами, все там сразу там встали на дыбы конкуренции. Давайте, это открывающийся рынок, сейчас заработаем кучу денег. Вот, давайте мы стали создавать сервисы специально для интернет-вещей. Видите, вот они есть варианты. И каждый, естественно, на свой лад это все это делает. Появились какие-то там варианты, значит, готовых библиотек для Ардуина, которые работают с этим облаком. И в этом бардаке разобраться очень трудно, все это очень трудно сделать, чтобы это работало сразу. Вот, поэтому таким путем, если бы мы шли с вами там, допустим, то я бы вам целый курс нужно было сделать, чтобы руками эту интернет-вещу написать код на Ардуина, написать код на в облаке, там, с помощью скейл-запросов, там, я не знаю. Ну, это, наверное, ближе к вам, ребята. То есть, в облаке, работа с облаком, это фронт-энд и бэк-энд. Правильно я понимаю? Если что, поправьте меня. То есть, нужно уметь это делать. Или это далеко от этого? Или вы не знаете еще? Так, ну ладно, не знаете, хорошо. Вот, поэтому, я к чему все это говорю? Поэтому наши, кстати, к чести нашим программистам, наши ребята из фирмы Blink, то есть, Blink, это по-украински, через «ы», понимаете, Blink, они смогли написать библиотеку для Ардуина, которая работает с этим всем делом, они смогли создать, то есть, они сделали свой сервер, ну, понятно, что значит свой сервер. Они арендовали место на каком-то сервере, какого-то там, хостинга, провайдера, как оно там называется. Написали там, значит, фронт-энд, бэк-энд для своего Blink, и они сделали приложение для мобильного телефона, которое позволяет в виде конструктора рисовать на мобильном телефоне все эти кнопочки и все остальное, вот, для того, чтобы управлять. И более того, они соединили все это между собой, представляете? Вот. И вот эта вот система, она бесплатна. Ну, конечно, если вот у вас интернет-вещь совсем простая, то бесплатно. Если вам там нужно ее усложнить, сделать множество, больше управляющих, или там несколько интернет-вещей, то там уже нужно какие-то денежки им заплатить. Вот. Но все это весьма-весьма недорого. Но самое главное, что все это предельно, максимально, значит, автоматизировано. Ну, лучше пока я не нашел. И это победа наших украинских программистов, между прочим. Вот этот Blink, они вот это сделали. Там вот, видите, у них там есть свой сайт, можете зайти, посмотреть. Значит, в чем состоит суть передачи? Смотрите. Вот у меня есть такая картинка. Значит, не пугайтесь. Значит, слева мы видим нашу платку ESP8266. Видите? Вот здесь вот контроллер вместе с передатчиком Wi-Fi. Вот она, наша антенна передатчика Wi-Fi. И нужно в эту ESP8266 подключить библиотеку, которая тоже называется Blink. И в эту библиотеку вы должны что вставить? В код. Вы вставляете туда в код доступ к роутеру, который у вас есть дома. Или к ближайшему там роутеру, который вы можете там видеть в вашей среде, и вы знаете от него логин и пароль. Дальше. Нужно же как-то, как-то через этот роутер пробиться к облаку. Правильно? Значит, этот же библиотек, который находится внутри нашего Ардуино, понимает, как к этому облаку достучаться и как туда передать. И там всего есть две команды. Одна команда передать в облако, а другая команда принять из облака. Они там более детально, я не знаю, может быть, на следующем лабораторном я расскажу эти команды. И дальше, когда вы перейдете в облако или принимаете из облака, значит, клиент уже на своем мобильном телефоне тоже загружает, значит, с PlayMarket, это приложение, которое называется Blink, ставит на свой мобильный телефон. Вот. И он в виде конструктора, в виде конструктора создает на своем мобильном телефоне. Значит, видите, открывает проект, выбирает, значит, тип нашего конструктора. И дальше он там, видите, кнопочку устанавливает. Эта кнопочка настраивается там low или high. На мобильном телефоне вы должны указать, какой ножки на вашем контроле подключены. Там GP0 или GP1. Ну, то есть GPO, помните, 0.1. То, что мы писали, там, Digital Write, Digital Read. Вот оно, вот, почти, но через мобильный телефон. Все это делается. Сейчас посмотрим, может, здесь еще есть. Вот. Значит, вот как может выглядеть, значит, когда у вас несколько кнопочек. Кейс-Повоз 266, управляющий. Как это делается, все вордыно настраивается. Вот. Значит, команды. Ага, команды здесь нет. Ну, неважно. Вот. И теперь самое важное, ребята. Как вот в этой вот структуре понять, чтобы ваш мобильный телефон через облако и через роутер попадал именно на эту интернет вещь? Как их связать между собой? Вот. Они же не имеют как бы своего собственного номера. Вот. Да, номера не имеют. Но номер дает, генерирует этот номер, вот эта вот программа Blink. Называется этот номер токен. То есть, токен вы записываете, значит, в вашу прошивку SP-266, и токен сидит в вашем облаке. И токен, получается, сидит в вашем мобильном телефоне. И вот по этому токену, значит, создается такой канал связи между ними. И таким образом вы с вашего ардуинки можете получать на мобильном телефоне информацию, видеть ее и наоборот управлять. Значит, есть стенд у нас. У меня дома. Можно войти дистанционно в этот стенд, запрограммировать. Вот сейчас, кстати, пару минут. Я сейчас попробую, ребята, это посмотрим так. Это сделать. Вот TeamViewer захожу. И там у нас 298-й. Вот подключаемся к нашему этому стенду, который у нас работает. Сейчас он тут проснется, этот компьютер. Дай бог, чтобы он проснулся. Сейчас посмотрим. Проверю. И там прямо камера видна. Это интернет вещь. Так, все, проснулся. Пишу. Там он по СКС. НПУ СКС. И там мы сейчас выйдем на камеру, которая... Так, это нам не надо. Там ноутбук, экранчик маленький, поэтому такое, видите, меньше, чем здесь. Так, закрывается. Это тоже закрывается. Так, и смотрим. Есть у нас тут наша камера. Ага, есть наша камера. Так, вот она выглядит, смотрите. Вот она выглядит, значит, здесь вот, смотрите. Здесь у нас, вот она, ESP-шка 8266. Вот такая вот. А здесь мы видим ее прямо живьем, живьем на экране. Ну, перевернутая правда. Значит, здесь слева у нас датчик DHT11. Видите, лампочка у нас здесь есть, с которой мы можем управлять. Здесь у нас датчик освещенности. И вот он, сервомотор с таким вот приклеенной бумажкой, которая крутится сюда-сюда. Вот, и мы можем, значит, на нем его программировать, эту ESP-шку. Значит, как, в чем состоит программирование. Значит, я сейчас запущу тут Ардуино. Ноутбук, конечно, там медленный. Вот, там, посмотрим, долго довольно грузится. Вот, а пока он грузится, я вам расскажу принцип. Значит, вот этот токен, SAS-токен, который генерируется, он и передается через роутер, передается в облако и в ваш мобильный телефон. И в обратную сторону он работает. Вот. И, по сути, вы должны что сделать? В программе в Ардуино, которую вы запишите туда вот в ESP-шку, вы должны указать, конечно, логин и пароль вашего роутера, чтобы он через эту антенку с ним стыкнулся. И вы должны в программе указать этот токен, который вы получаете из облака, из программы Blink. Все. И таким образом ваша система уже будет работать. Вот. И вы, получается, можете управлять вот таким вот стендом откуда угодно, хоть из Америки. Вот. Там по Украине идите в троллейбусе, допустим, и можете посмотреть, что у меня тут в комнате, какая температура и влажность. Вот. И повернуть этот сервомотор на нужный угол. И камера, вы увидите, что он, да, таки повернулся. Значит, задержка через облако и через вот эту вот систему Blink, ребята, составляет где-то порядка пару секунд. То есть вы подали команду на своем мобильном телефоне, в камеру смотрите, и через пару секунд там что-то поворачивается или что-то меняется. Вот примерно вот так это работает. Так, ну, долго этот ноутбук, конечно, сейчас посмотрим, может он загрузится. Я вам покажу, как сделан этот код. Код сделан, ребята, предельно просто. Более того, там этот пример настолько простой, что там в сетапе вы только указываете логин и пароль к роутеру, указываете токен и готово. И вы ножками можете управлять с мобильного телефона уже, видеть их состояние и управлять ими. Без дописывания, без ничего. Но если вы подключаете какой-то дополнительный датчик, так, видите, оно загрузилось, я вам даже успею показать. Сейчас, нет. Смотрите, вот как работает. Вы должны подключить библиотеку, видите, Blink, значит, include, Blink sample специальный, Blink простой для нашего, значит, для нашего 8266. Кроме того, мы управляем сервомотором, значит, библиотека сервомотора. Мы работаем с датчиком температуры и влажности. Вот еще эта библиотека подключается. И как настраиваться? Смотрите, настройка очень простая. Вы, значит, вот он ваш токен, ауторизация, вы его указываете, и вы получаете его на вашу почту. Значит, когда вы через мобильный телефон в Blink подключаетесь, вы сходите через Facebook. Вот, для этого нужен аккаунт в Facebook, и оно вам вышит на вашу электронную почту, этот токен. Все. Вы этот токен зашиваете в интернет-вещ. Вы в интернет-вещ еще должны зашить логин и пароль. И достаточно. Вот все, что пишется ниже, это уже работа с сервомоторами, с датчиком влажности. Но если мы возьмем примеры, примеры совсем простые, начальные примеры, я вам покажу, для того, чтобы вы были удивлены, насколько все это здорово сделано. Сейчас посмотрим, Blink у нас тут есть. Вот он, Blink. Смотрите, вот Blink. Так, Blink. И где-то у нас есть, где тут у нас, Blink Wi-Fi. Blink Wi-Fi и стендалонные. Есть POS 2666, одиночные. И вот он у нас делает пример для работы с Blink. Вот, смотрите, наши ребята-программисты, насколько простой сделали код. Вот проще уже невозможно. Loop. Просто запускается Blink Run. Дальше в сетапе Begin. Вот, значит, на определенной скорости 9600. И авторизация, значит, авторизация это у нас. Он вводит нам токен. Вы токен. И логин, и пароль вашего роутера. То есть, автоматизация этой интернет-вещи сокращена до предела. Конечно, было бы идеально, если бы была такая коробочка. Вы ее купили. Поставили на радиатор, кнопочку нажали. И она сама все поняла и подключилась. Но пока я такого не видел. Даже, ребята, сейчас еще две минуты, я вас отпущу. Даже, ребята, вот, значит, наши мобильные операторы, все. И Vodafone, и там, значит, и Kyivstar, и кто там еще у нас третий там забыл. Лайк. А? Лайк там, третий. Да, вот все они отрапортовали, что мы уже, у нас подключена услуга интернет-вещей. Покупайте у нас, значит, интернет-вещи, и, значит, все будет хорошо. Я думал, что... И я им позвонил, говорю, да, я хочу купить у вас интернет-вещи, попробовать. Говорят, ну что вы? Это нужно, чтобы мы к вам прислали инженера. Он вам найдет положение там, это интернет-вещи в пространстве, чтобы был хороший прием. Понимаете, частота-то через мобильную связь происходит, вот, а длина волны коротенькая, значит, она плохо пробивает все эти. Значит, нужно найти место. Я говорю, а сколько стоит ваш интернет-вещи? 20 долларов. Я говорю, у-у-у, довольно дорого. Нужно еще платить за... Ну, там, конечно, плата маленькая, там, по-моему, 30 гривен в месяц. Вот, ну, вот такое вот. Вот, я говорю, хорошо, и что, я могу ее купить за 20 долларов прийти на кнопочку нажать, она сама в себя войдет? Нет, что вы, там нужно строить, это только со специалистом. Вот, то есть, пока, пока. Вот этот вот вариант, чтобы это сделать автоматически, она не сделана. Вот наши ребята-программисты сделали такую вот систему, ну, блин, очень-очень удобненькую. Но она, конечно, не полностью автоматическая. Понятно? Но получается, что эта проблема не решена на уровне программирования. Может быть, если кто из вас захочет сделать такой серьезный стартап, то да. Я так понимаю, что, ну, эти ребята из блинка, они получают денежку. То есть, вот эта блинка, она известна во всем мире. Вот, наши программисты, они смогли сделать стартап, и он реально работает, и они отчисления от людей по всему миру получают. То есть, в принципе, если вы сделаете такую штуку, которая нажатием на кнопки делает это автоматически, и такую прошивку создадите, да, и вы зарегистрируете там где-то, не знаю, там на Kickstarter или где-то еще, то, наверное, можно на этом даже заработать. Вот, пожалуйста, вам, значит, вариант заработать, открыть собственный бизнес, полная программная автоматизация интернет-вещи. Было бы очень неплохо. Так, ну вот. В принципе, ребята, там, может быть, на следующий лекции еще скажу пару слов, но вот по интернет-вещам у вас теперь есть, уже сложилось общее такое достаточно детальное представление. И я вам дал информацию, которая, значит, есть в модулях, для того, чтобы вы на ней могли найти ответы. Ну, в общем, на сегодня все. Вот, давайте я сейчас выйду из этого, из этого соединения. Так, значит, я почему вам показал этот стенд? Значит, можно делать RGR-ку на вот этом стенде, кто захочет изучить. И курсовой тоже может сделать на вот этом стенде, на следующем семестре. Почему? Он легче, чем стенд 32, вы увидите. Вот, поэтому вот это я вам показал, там, на будущее. Так, выключаю, выключаю, закрываю. Так, все. Значит, слушаю, ребята, ваши вопросы. Вопросы, если есть. И если нет, тогда мы с вами, значит, я проверяю ваши работы, высылаю в Телеграме, там, список ваших баллов, вот, заполняю ведомости, и мы движемся с вами дальше. Так, ну, раз вопросов нет, большое спасибо, что вы пришли, вот, приходите, вот, встречаемся с вами в пятницу, там, консультация по всем этим делам. Значит, в пятницу жду от вас выбора проектов, вот, кто есть там, я запишу, кто что выбрал, чтобы как-то вас направить и подсказать. Какие-то вопросы консультационные в пятницу тоже мы с вами обсудим. Ну, вот, такие, так и движим, будем двигаться дальше. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, да. Будьте доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok